Пожалуйста, начинайте. Друзья, рад вас приветствовать на этом чудесной платформе, на этом вебинаре. Рад приветствовать всех, кто меня знает, и рад приветствовать всех, кто меня видит первый раз. Для начала, естественно, для тех, кто меня не знает, я должен представиться и хотя бы вкратце пояснить, какое отношение я имею к деньгам, раз я вещаю о онных, то есть о деньгах. Почему? Потому что многие, как говорится, могут спросить, если ты взвалил на себя роль учителя, то покажи, чем ты богат, покажи свой достаток, свой уровень и так далее и тому подобное. То есть для того, чтобы человек мог что-то рассказать, научить, он должен пройти какой-то определенный, достигнуть, вернее, какого-то результата. Итак, так как я являюсь еще, вернее, веду свой видеоблог о магии, о эзотерике, о парапсихологии, о психологии, то я недавно делал видео, в котором действительно рассказывал, что я еще в 95-м году достиг серьезного финансового подъема, серьезного финансового успеха. И в 96-м году я потерял все. Я не стесняюсь этому это рассказывать. Почему? Потому что я прошел серьезный жизненный урок получил, серьезный финансовый, как получал взлеты, так и падения были. Ну, для того, чтобы было понятно, нет звука и видео, а нажмите F5, нажмите F5, если перезагрузите. Итак, для того, чтобы было понятно, в 95-м году я зарабатывал, это не для хвастовства, но в месяц я мог себе позволить купить однокомнатную, а бывало в такой месяц удачной двухкомнатную квартиру. Естественно, это была работа в Одесском морском торговом порту, была фирма своя, но не суть. Я всегда говорил, что мозгов хватило, как заработать денег, а как правильно распорядиться, на тот момент, увы, к сожалению, не хватило. Были такие моменты, когда я действительно для того, чтобы просто выжать и купить кусок вареной колбасы, просто рубал дрова в посадке для того, чтобы продать эти дрова и купить кусочек вареной колбаски. Сейчас, на настоящий момент, я достиг, я считаю, что финансовой гармонии, ибо я не собираюсь вас учить стать сверхбогатыми, потому что я... Вот тут неправильно будет сказать, я боюсь стать сверхбогатым, я не готов стать сверхбогатым. И сегодня как раз поговорим, то есть уровень богатства у каждого будет свой, то есть богатый или бедный – это понятие сугубо субъективное. Для кого-то, к примеру, доход в тысячу долларов, а он о нем в месяц не может и мечтать, а кто-то зарабатывает тысячу долларов в день и говорит, что это как бы маловато. Кто же из них богатый? Богатый – это тот, которому достаточно, а бедный человек – это тот, которому все время мало. Поэтому мы сегодня поговорим об основных ошибках. Знаете, почему я именно так хочу поговорить об основных ошибках? Потому что сейчас о деньгах не вещают только ленивы. Все говорят о деньгах, и куда ни пойдешь, все как бы учат, рассказывают, как надо, что надо делать и так далее и тому подобное. Но почему же так-то получается, что все вещают, как говорится, только ленивый не говорит о богатстве, и у многих все равно этот вопрос остается актуальным, и этот вопрос остается открытым, и он не может действительно достичь каких-то серьезных финансовых высот. Или несерьезных, достаточных ему, слово «достаток» от слова «достаточно», то есть он не может достичь своего благосостояния. Так вот, я на сегодняшнем вебинаре буду делиться как собственным опытом, собственными наработками, так и буду рассказывать, как действительно же правильно подключиться, действительно подключиться к денежному эгрегору. Для того, чтобы пояснять дальнейшее, я хочу спросить сразу, все ли знают, кто здесь сейчас с нами, все знают, кто такие эгрегоры, что такое эгрегорные группы, как они работают, как они помогают, и как они могут действительно вредить в жизни. Это очень будет важным вопросом, для того, чтобы я дальше вещал. Напишите, если кто-то знает, поставьте плюсики, а если кто не знает, я два слова расскажу, кто такие эгрегоры и как состоят эгрегорные группы. Как с ними работать, я расскажу чуть-чуть дальше. А сейчас, пока чат запаздывает, я скажу, вернее, в начале вебинара, что я хочу провести. Я хочу провести, сразу, поясню потом, я хочу провести обряд очищения небольшой. Я хочу зажечь именно свечу, для которой я буду очищать, как говорится, пространство, очищать нашу энергетическую сейчас связь, так как мы собраны в одной, я вижу, кто-то не знает, кто такие эгрегоры, Анюта, Игорь, не знаю. Сейчас два слова скажу. Так как мы собрались в одной вебинарной комнате, то есть нас связывает одна и та же пример о мыслеформе и одна и та же идея, следовательно, связывает определенного уровня энергетика. Так вот, для того, чтобы очистить эту энергию, я с недавних времен, многие уже знают, что изготавливаю собственные свечи, у меня нет, я ушел от покупных свечей, все вы понимаете, что в магии свеча так или иначе это очень нужный атрибут, очень нужная вещь. И я давным-давно понял, что покупная свеча, она не дает той должной энергетики, потому что там идет чистый заработок, свечу изготавливают для того, чтобы ее продать, с какой мысли форма ее изготавливают, неизвестно. Поэтому магазины и свечи, они своего рода не так хорошо работают. Когда изготавливается собственная свеча, то она изготавливается с определенной мыслеформой, с определенным умыслом, для того, чтобы, к примеру, я сейчас зажгу маленькую свечу, изготовленную, для этого свеча на очищение. Итак, я зажигаю, пускай работает свеча на очищение, на очищение нашей энергетики, а сам продолжу. После того, как догорит черная свеча на очищение, мы зажжем общую свечу для подключения денежного эгрегора, для подключения к денежному эгрегору нашей энергетической, будем ее так называть, группой. Итак, кто же такие на самом деле эгрегоры? Каждый человек из нас генерирует определенного уровня энергетику. Кто-то генерирует положительную энергетику, кто-то генерирует отрицательную энергетику. И мы все понимаем, что эту энергетику, она уходит во Вселенную. Я вам сейчас не собираюсь рассказывать, как снизу зайдет неземная благодать, а буду рассказывать реальные алгоритмы, как работает энергетика согласно людей. То есть, почему у одних желания сбываются, а у других желания не сбываются. Почему одни смогут оплачивать за собственные желания, к примеру, денег, а другие как бы они не желали, как бы они не переживали, как бы они не хотели, это не работает. На чем же это все основано? о том, что основано на разных уровнях вибраций, которые мы вырабатываем при генерировании тех или других мыслеформ во Вселенной. То есть, перехожу больше к делу. Смотрите, все люди думают о деньгах, все, все без исключения, но эта часть людей, которые думают о деньгах, делится только лишь на две категории, всего на две категории. А первая категория думает о присутствии денег в их жизни, а вторая это большинство людей, она думает об отсутствии этих денег в их жизни. Сейчас поясню почему. Так, я смотрю, появились немножко вопросы, я буду говорить, а потом быстренько отвечать на вопросы и буду продолжать тему. Обряд как хорошо, сейчас прямо поближе сядут вонидор или лягу на него чтобы почиститься от заторов. Да, нам нужно зажигать свою свечу? Да, вы можете зажить свою свечу, а если церковные свечи в суфле накупленные? Да, можете зажигать, поймите, свеча это является малой жертвой, это энергия огня, огонь будет усиливать. Вы можете с определенной мыслеформой зажигать сейчас, но я рекомендую сейчас зажигать свечу только лишь на очищение. Сейчас поймете почему именно на очищение, потому что если честно, мы не готовы еще на сегодняшний момент сейчас зажигать свечу на привлечение денежного грегора. Странно, какое очищение может быть, если свеча зажигается в форме черепа. Как раз именно в форме черепа и есть очищение. Об этом очень много сказано и об этом очень много написано. И что такое череп, и что он обозначает. Прямо все добро наоборот. Почему добро наоборот? Ничего подобного. Наталья, я не буду сейчас переходить, что обозначает череп. Я вижу, тут есть те люди, которые меня знают. Если захотят, сейчас напишут, что обозначает череп и как он нам помогает. Поехали дальше. Итак, я только что сказал, что мы все генерируем определенный уровень энергетики во Вселенную, но эта энергетика бывает плюсовая, а бывает минусовая. следовательно, кто ее фасует, эту энергетику? Кто собирает, к примеру, отрицательную энергетику, кто-то собирает положительную энергетику. Так вот, фасовщик, будем говорить коротко, для понимания прямых простых вещей. Эту энергетику фасуют эгрегоры. Эгрегоры они собирают с одного человека положительную энергетику, с другого человека отрицательную энергетику. То есть, один человек говорит, благодарю тебе, Вселенная, что ты мне сегодня дала денежки, благодарю тебе, Вселенная, что мне повысили зарплату, что я получил премию, что мне дали больше денег, или даже дали то количество, которое я должен был заработать, но я же к этому стремился, я же согласился идти на работу за энное количество денег, и он благодарит. А второй человек генерирует энергию, к примеру, вот если были бы у меня деньги, вот если бы они у меня появились, то я бы тогда сделал. Дело в том, что правильно, череп это символ жизни, абсолютно верно. Итак, все энергии, все энергии собираются в определенный сгусток, этот сгусток, этим сгустком управляет определенный эгрегор. Так же само, так как мы издаем мыслеформу, определенную мыслеформу о деньгах, так как у нас большинство думает о деньгах, создается определенный сгусток энергии определенная мыслеформа эгрегору денег. На самом деле эгрегоры появляются, ну будем говорить от наших мыслеформ. Эгрегор может появиться определенного человека, ну к примеру берем певца, да, вот не было к примеру мы 60-й пример в прошлом веке, никто не знал об певце киркорр. Потом о нем многие люди сразу заговорили и начали говорить там думать, кто-то ругать, пускай даже ругает, кто-то допустим хвалит его, кто-то является поклонником, кто-то является паном, Киркорова так или иначе генерирует собственную энергию на кого? На определенного человека и раз появляется избыток этой определенной энергии, рождается эгрегор Киркорова, который в дальнейшем будет выстраивать его событийный ряд, то есть будет выстраивать такие ситуации, которые приведут данного человека к определенному ходу событий, то есть если будет преобладать больше положительной энергии, значит события в его жизни будут выстраиваться к примеру благополучно, он будет генерировать энергию благости, значит высшие вибрации, высокие вибрации будут выстраивать его так событийный ряд для того, чтобы у него в жизни везло, если энергии будет низких много, значит низкая эгрегорная группа будет выстраивать событийный ряд, другими словами, так как умеет. Так, я вижу тут беседа пошла хорошо. Отрицательный эгрегор достаточно мощный и он просто так не отдаст абсолютно верно, абсолютно верно. Дело в том, что отрицательные вибрации, они держат человека. К примеру, смотрите, я не буду говорить избитой истины, что катиться вниз гораздо проще, чем карабкаться вверх. Я переведу это все на пример, так как я сам примеры люблю, расскажу лишь одно. К примеру, низковибрационные энергии, это грубо говоря, бездомная собачка. Попробуйте этой бездомной собачке дать кусочек колбаски, а потом один раз хотя бы ее прикормить, а потом объясните этой собачке, что больше вы не собираетесь кормить ее, а больше вы не отрежете кусочек колбаски и больше вы ничего не дадите этой колбаске, собачке. Поэтому эта энергия, если прицепилась, вот так же сама будет бежать за вами и всячески будет вам путаться под ногами, всячески будет с вас снимать определенный уровень энергетики. Поэтому большинство людей ошибка заключается, грандиозная ошибка людей заключается в одном, что большинство людей думают об отсутствии денег в их жизни. То есть они берут энергию денег из будущего. Раз они забирают энергию денег из будущего, значит когда приходит это будущее, там уже появляется недостаток этой энергии. То есть люди, которые, к примеру, то же самое смотрите, кредит, особенно потребительский, мы взяли энергию денег из будущего, в счет будущих заработков, это как бы на будущее, то есть вытянули ее из будущего, и когда мы подходим к этому рубежу, у нас этой энергии уже не хватает. Почему так происходит? Да потому, что правильно написали, правильно написали, низкоэгрегорные сущности, они сущности вибрации, они не будут оставлять человека в покое. Раз вы прикормили хотя бы один, два, а то и три раза этими вибрациями, естественно, они будут вас все время преследовать и все время будут получить какую-то подпитку от вас. Поэтому очень важным моментом будет являться переходный этап. Переходный этап с низкоэгрегорных групп в высокоэгрегорные группы. Ну, давайте еще два слова расскажем об основных ошибках. Я надеюсь, сейчас я понятно объяснил, кто такие эгрегоры и как они реально работают в нашей жизни. Почему одни эгрегоры помогают, а другие вредят. Но кстати, сейчас вспомнил, низкоэгрегорные сущности и высокоэгрегорные сущности могут находиться в одном эгрегоре. То есть это так же само, как в человеке. Живут два, есть такая замечательная притча, когда два волка живут в одном человеке и побеждает тот волк, которого мы кормим. Если человека кормим, то если волка кормим злого, то есть всегда будет жить добро и зло, которое, кстати, вот почему говорят, это добро, а это зло. Знаете, почему невозможно провести черту между добром и злом? Только лишь по одной причине, потому что они едины, они существуют только вместе, потому что если не будет добра, то не будет зла, не будет сравнения, не будет зла, тогда и не будет добра, мы не будем понимать, не будет чем сравнить. Это как инь-янь вырабатывают энергию ци, они добро и зло не имеют границ, они не имеют ни начала, ни конца, не имеют ни границ, у них нету, поэтому невозможно провести черту между добром и злом, поэтому так же само, как в человеке можешь жить добрый и злой, точно так же в одной грегорной группе живет низкие вибрации денег и высокая вибрация денег, но сейчас отвечу, положительный грегор менее сильный, подобного, положительный так-так-так, чуть-чуть пропустил, положительный грегор ни в коем случае не менее сильный, я бы сказал бы даже может быть еще сильнее, просто он ну как можно сказать он не то что сильнее или слабее, просто низкий эгрегор, он больше приставучий и прилипучий, скажем так. Если он уже привязался, то от него очень сложно отказаться. Почему? Потому что тогда, когда мы переходим от низкоэгрегорных групп к высокоэгрегорным группам, людям мне постоянно один и тот же задается вопрос. Говорят, хорошо, но вот нет у меня денег. Как я могу благодарить за то, что они появятся в моей жизни. Я что, ненормальный? Я ненормальный человек, что буду благодарить, что у меня есть деньги, мне так хорошо, а денег есть реально, а не хватает на хлеб. Так вот, к этому мы подойдем к концу вебинара. Я четко расскажу, как можно перейти, какие правильные шаги сделать для того, чтобы переходить из одной эгрегорной группы в другую. По крайней мере, ребят, у меня это получилось. И получилось успешно. Я не стесняюсь рассказаться, я расскажу, почему я в начале своего вебинара сказал, что я не готов стать сверхбогатым, потому что появляются внутренние конфликты, появляются внутренние страхи, которые нас приводят к кормлению низкоэгрегорных групп. Но, так как я не хочу кормить низкоэгрегорные группы, я понимаю, что наша психология еще не готова для того, чтобы кормить высокое эгрегорные группы. Так. Так, 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 так. Сейчас отвечу. Научите, как это делать, я научу. Виктан с вещью можно у вас заказать? Да, но это потом. Как это два ангела на разных плечах? Да. Это как два ангела? Да, абсолютно верно. А, маленько грязным, небритым и помятым, нечищенными ботинками легче быть, чем ухоженным, а равным. Да, 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 абсолютно правильно. Красивое сравнение. Сто процентов. А легче быть. Извините, вы лучше не красовали все почитать, на эти темы много больше слушать, непонятно что. Всем хорошего вечера. Да, всего доброго, Наталья. На каких вибрациях живешь, с такими вибрациями подключить? Да, абсолютно правильно. Будьте здоровы. Виктану... Да. Так, поехали дальше. Итак, как же можно переключиться с низкой эгрегорной группы? Как можно переключиться на высокой эгрегорной группы? Смотрите, когда мы думаем о нехватке денег, мы на самом деле выстраиваем свой событийный ряд на основе страха. У нас энергия страха абсолютно выталкивает энергию благодарности и благости. Именно энергия страха замещает нам и закрывает нас от энергии благодарности. мы не можем благодарить, когда нам страшно. Или даже если мы себя уговариваем и говорим, что я благодарю, на самом деле, как правило, мы сами себя обманываем. Обманываем, потому что мы вырабатываем не тот уровень энергии, который нам нужен и необходим. Вот даже смотрите, первое, смотрите, и, а, еще, также будет всегда работать естественный отбор. Тот, кто испугался, тот, кто не смог пройти, не смог договориться со своим страхом, а я вообще люблю слово отлюбить свой страх, да, тот не сможет пойти дальше. К примеру, вот наш вебинар, Наталья испугалась этого черепа, она не смогла раскрыть свое бессознательное и опустить поток информации, и она ушла. То же самое происходит и с деньгами. Когда человек начинает пугаться чего-либо, да, пугаться или больших денег, или пугаться отсутствия денег, черного дня, когда откладываем деньги на черный день и так далее и тому подобное, энергия страха, она поглощает человека полностью. И человек потом как слепец ходит в закрытой темной комнате и не может найти выход из создавшейся ситуации. Он не может выйти из этой комнаты и не может выйти из этой ситуации. Почему? Потому что энергия страха полностью поглотила человека. Итак, мы подходим к очень важному вопросу, к вопросу такому, как без подготовки своей психологической деньги, даже которые придут в вашу жизнь путем даже какого-то находки или выигрыша, они не смогут удержаться. Почему? Потому что та же самая энергия страха, та же самая низковибрационная сущность, они поглотят и заберут эту энергию. То есть, если человек не готов к деньгам психологически, они, скорее всего, не будут появляться в его жизни, а если даже появятся, то они очень быстро пропадут с его жизнью. Да, я с вами согласен, Динаил, если боишься денег, то как можно быть богатым? Никак, это однозначно, просто невозможно. Будет поближе к микрофону, ау, а что, меня плохо слышно, да? Запись этого вебинара будет, да, будет до завтрашнего, по-моему, шести часов вечера. Слышно изумительно. Чтобы подключиться к высокоэгрегорным группам, нужно проработать со своим подсознанием. Да, абсолютно верно. Итак, смотрите, давайте поговорим о действии и противодействии. Если есть всегда действие какое-то, то есть, если где-то прибыло, где-то всегда убыло, то есть, что такое выигрыш, что такое даже биржа фондовая, Форекс и так далее и тому подобное. Все играют, кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. То есть, строение бизнеса это своего рода игра. Я вообще люблю выражаться, что сама жизнь, сама жизнь это игра. И кто-то играет в эту жизнь и изучает правила игры. Бывает, что выигрывает, кто-то проигрывает. Но, к сожалению, очень многие люди все равно играют в эту игру под названием жизнь и даже не догадываются, что они играют в эту игру. Они, следовательно, обречены, обречены на что? Они выиграть никогда не смогут, потому что они не изучают ни правил, ни постановки целей и так далее и тому подобное. Я всегда говорил, что можно помочь человеку бежать, если он идет. Если он лежит на кровати и не хочет даже встать с кровати, его невозможно помочь ему бежать или подвезти и так далее и тому подобное. Поэтому, если человек мечтает о выигрыше, а психологически не готов к этому, еще раз повторюсь, либо это закончится действительно печально, о чем свидетельствует статистика, к примеру, 92-95% всех миллионеров, которые выиграли деньги, большие деньги в Европе, они закончили жизнь суицидально, то есть получивши такое большое количество денег, они не смогли, не сумели распорядиться ими правильно, а я вам хочу сказать по собственному опыту, что распорядиться правильнее деньгами гораздо сложнее, чем просто их иметь, гораздо сложнее, чем их просто заработать. Вообще заработать мне не нравится слово относительно денег, деньги делаются, большие деньги, хорошие деньги, они делаются, зарабатываются, это в принципе вгоняется в какое-то рабство, ведь в наших словах все есть, богатство от слова Бог, думай как Бог, и у тебя будут появляться деньги, почему? Тут и есть смысл, думай как Бог, то есть когда ты на ментальном уровне готов, когда ты психологически готов к деньгам, они начинают у тебя появляться, большие деньги зарабатываются именно головой, самый тяжелый труд всегда менее всего оплачивался и он не приводит к богатству, заметьте, люди, которые имели серьезный финансовый успех, были миллионерами и когда даже они разорились, они никто из них не думал как заработать в этой жизни 100 долларов, как идти копать траншеи или разгружать вагон, они думали всегда масштабно, они были психологически к этому готовы, как же психологически готовы, почему, да потому что они генерировали нужного уровня энергетику в нужную эгрегорную группу и та группа им выстраивала их событийный ряд, то есть происходили события в жизни, когда человек встречал нужного человека, к примеру, он вышел из дому там за хлебом, сходить хлебом купить и по дороге он встречает нужного человека в разговоре, выясняется, что есть хорошая вакансия или можно провернуть какое-то дело, а он является специалистом и так далее и тому подобное и у него свершается какая-то хорошая сделка и мы привыкли говорить это объяснять просто повезло на самом деле повезло случайно и все остальное не бывает случайности есть бывает неопознанная закономерность либо я бы даже сказал не закономерность а необходимость неопознанная необходимость это тогда когда именно выстраивать событие определенный событийный ряд эгрегорная группа которая ведет человека к тому или другому результату так сейчас отвечу чуть-чуть на письма ко мне приходят деньги но но всегда в семье что-то происходит их надо отдавать это установка кодировка что это значит значит так Татьяна это тут такой ник я не понимаю мужчина или женщина это либо причины ведущие извне то есть то что в народе называется порча негатив либо психологические разрушительные установки которые ведут к низким вибрациям на низкой эгрегорной группы добрый вечер из Одессы добрый вечер да запись будет как сделать чтобы шкатулка с изображения Ганеши заработала хороший вопрос сейчас расскажу как работает эта шкатулка и так вербай у меня на подобные деньги дополнительно появляются всегда находится какая-нибудь дыра которую необходимо закрыть с помощью именно этих денег это установки запись будет так запись правда о чем думаем то и получаем да Татьяна я женщина я понял значит то о чем думаем то и получаем теперь переходим к очень важной стадии моего вебинара это я вам сейчас раскрою серьезный ну я не скажу что секрет но это не принято говорить итак я только что сказал что свеча это является энергией малой жертвой то есть огонь это усилитель он усиливает что в первую очередь усиливает огонь в первую очередь он усиливает наши мысли формы с какой мысли формой я делаю свечу так она и будет гореть с какой мысли формой я зажигаю свечу так она и будет работать но заметьте Почему я сразу не начал давать и зажигать? У меня тут есть хорошие свечи, барышня уже убежала, на семейное благополучие зеленого цвета, большая свеча вообще с деньгами, но не суть. Так вот, прежде чем зажечь эту зеленую свечу, я хочу пояснить очень важную вещь. Пока мы не научимся психологической культуре денег, пока мы не научимся психологически быть готовым к деньгам, я вам настоятельно не рекомендую зажигать свечи на привлечение денег. Ибо я только что сказал крамульную истину, что большинство людей думают об отсутствии денег. И это является самой большой ошибкой. То есть, когда человек говорит, если бы были бы деньги, то я бы достиг таких-то таких-то результатов, или все, блин, из-за этих денег, но я так хочу денег, на самом деле он не хочет денег. Я немножко сейчас буду сравнивать с любовью, деньги Грегорной группы именно с любовью. Представьте себе, ну большинство, наверное, тут все-таки барышень у нас собралось. Представьте себе, вот подошел к вам мужчина и признается вам в любви. И говорит, Танечка, если бы была любовь, я бы тебя так любил. Вам приятно? Я думаю, что не совсем приятно. Почему? Потому что на самом деле он уже вам объяснил, что любви в его понятии нет. Он блокирован от этой любви. И вам неприятно. Представьте себе, что когда мы говорим, если бы были бы деньги у меня, то вот точно так же энергия денег, как и вы, барышни, откажетесь от этого признания в любви, так же энергия денег отказывается от человека. Вы усиливаете только отсутствие денег. И если с такой мыслеформой зажечь свечу, то вы усилите именно эту мыслеформу. Именно отсутствие денег. Поэтому на самом деле ни в коем случае, пока вы не готовы психологически к проведению какого-либо обряда, ритуала, не стоит лезть в магию и вытягивать какие-либо обряды и копировать. Ибо многие обряды, они хороши на самом деле, но очень часто они приводят к плачевным результатам. Спешила, не совсем-то писала буквы. А, я понял. Там меня интересует вопрос с десятины. Отличный вопрос. Отличный вопрос. Сейчас отвечу. Для привлечения денег хочу заказать ритуальные свечи. Если у вас нужны все эти формы, я считаю, да. Хочу черепа. С черепом на очищение. Когда я изготавливаю обереги, все идут с черепом. Почему? Потому что... Нет. В редких случаях, кстати, черная свеча – это очистительная свеча. Вот, к примеру, семейную пару, когда надо почистить семейную пару, да, когда изготавливаются черные свечи, не обязательно только лишь череп, не обязательно. Когда, конечно, очень сильное магическое воздействие, типа наложено проклятие, то есть я вижу, что Натальи-то и нету, могу показать, делаются такие черепа. Ну, это энергия очищения, да, или поменьше. А можно, к примеру, большие комплекты пирамида, да, очищения. Ну, не суть. Сейчас разговор не об этом. Сейчас разговор о вообще энергии. Итак, хороший, отличный вопрос про десятину. Отличный вопрос. Кстати, этот вопрос очень будет классным в понятии энергии денег. Сейчас я считаю 10 источков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Что такое десятина, как она работает, я вам сейчас объясню. Это великолепный вопрос. Хорошо, спасибо, что задали. К примеру, берем, модулируем такую ситуацию. Ну, не модулируем, а создаем такую ситуацию. Человек нашел 10 бумажек по 100 рублей. То есть он нашел 1000 рублей. Хозяина нет. Ну, как бы с неба упало, да. И мы все знаем, что найденные, полученные деньги, как бы у кого, кто знает, что части не приносят и так далее и тому подобное. И церковь требует десятину отдать. Вообще не церковь, а многие, а многие вообще эзотерические науки говорят, что десятину надо отдать. Знаете об этом, да. То есть вы нашли 10 бумажек по 100 рублей. В итоге 1000 рублей. Значит, следовательно, одна десятина будет, это одна бумажка с достоинством 100 рублей. Значит, следовательно, ее надо пожертвовать. Правильно, да. Значит, когда вы идете, к примеру, ну, берем ту же самую церковь, вы берете одну бумажку, эти 9 методики ж нету, как правильно. Вы не обязаны с собой там нести в церковь и с собой иметь, правильно. Вы их можете оставить дома. Берете одну бумажку, это же десятина, да, и идете в церковь. И ее отдаете, то есть жертву. Да. Все. Следовательно, что получается? Программа изменена. Вы пожертвовали и какая-то неведомая, заметьте, сила, да, какая-то неведомая сущность, будем так говорить, или кто там, пришел к вам домой, нашел эти 9 бумажек, которые вы оставили дома и взяли их очистили, да. Ну, это же бред на самом деле. Никто к вам домой не пришел очищать эти деньги. Как же происходит очистка? А очистка у вас происходит вот здесь. Когда, когда вы еще не отдали эту десятину, у вас заложена программа на ментальном уровне, что эти деньги, эти деньги хорошего в вашу жизнь, к примеру, не принесут. И если получил, то надо чем-то заплатить. Поэтому вы, когда добровольно отдаете одну бумажку достоинством, к примеру, 100 рублей, то есть вы жертвуете десятину, очищение происходит здесь. Вы начинаете генерировать правильную и нужную энергию в нужную эгрегорную группу, то есть, вернее, высокие вибрации в эгрегора денег. Я надеюсь, с этим понятно. Как это происходит? Мурашки аж трясет. Ну, это я, честно говоря, ну, как бы я стараюсь энергетически все рассказывать. Почему? Потому что сейчас расскажу про эмоции. Как только открыла свою фирму, почти сразу, почти сразу появились проблемы с деньгами. работаю с утра до ночи, а толку нет, не знаю, что делать. Это может быть крадник. Сейчас расскажу, что делать с крадниками. Мурашки аж трясет. Может быть так, может быть так, что ты трудишься, а твой супруг нет, но у него деньги вводятся, у меня нет. может быть, потому что он думает правильно, правильная энергия, он не парится, он не переживает, у него нету страха. Для того, чтобы иметь деньги, вообще не обязательно работать. Вот вы, в вашем вопросе и есть ответ. Ты трудишься, да, вы трудитесь, вы работаете, вы пашете, но это не говорит и о том, что у вас должны появиться деньги. То есть труд, работа и это одна энергия, а деньги это совершенно другая энергия. Было хорошо с деньгами, сейчас резко все ушло, что это сглаз, порча, зависть, или я сама что-то не так сделала. Все вышеперечисленное может быть. Я нашла 50 рублей, зашла в церковь, купила свечку, поставила Николаю Годнику. Правильно? Ну, малая жертва. В любом случае правильно сделали, но на самом деле вы очистились, здесь вы очистились именно свой ментальный уровень, свою энергетику. Нифига! Найденные груши приносят, но если попадают руки умному человеку. Правильно! А другу, что не дай, все попусту, сказал я, гордый. Да! Я правильно! Я вам сказал, тот, кто не может, тот, кто не может справиться со своей установкой разрушительного характера, тот вынужден носить десятину, десятину и отдавать. Тем самым, он откупается от своей негативной мыслеформы, тем самым, он уходит, он уходит от низких вибрационных сущностей. Лариса, это не ко мне вопрос, чтобы запись была до 21, это не ко мне. Я честно вам скажу, это не я регулирую. Десятина отдается только с найденных денег, с работанных не дается. Ха! Отличный вопрос! Ну, ник такой, что я не могу прочитать. Сереб, на каком языке читать, непонятно. Скорее всего, на английском. Если у вас лежит программа, что вы нечестным путем заработали деньги, что вы как-то обманули людей, что вы как-то обдурили, что деньги чересчур легко к вам пришли, что они имеют разрушительную функцию, вот в таком случае, да, действительно, десятиной вы откупаетесь от своих мыслеформ. То есть, когда же вы заплатили десятину, уж вы стали чисты, ваши мысли, помысли стали чисты, поэтому вы просто-напросто откупаетесь этой десятиной от своих низковибрационных, ну, низких вибраций. Запись будет в открытом, да, до 18. Ответьте, пожалуйста, что надо делать со шкатулкой Ганеши Раиса. Что там с кратниками? Сейчас. Значит так, что именно со шкатулкой? Что такое шкатулки? Шкатулки, деньги, так или иначе, мы, смотрите, мы живем в домах, нам надо уютный дом, нам надо уютная комната. Нет, кому-то кто-то живет и в пещере, как говорится, и кто-то живет в подвале и не присутствует на нашем вебинаре, и кому-то все хорошо и великолепно, а кому-то надо красивый дом, в нем комфортно, чтобы была горячая вода, чтобы мы могли ухаживать за собой, чтобы мы кушали с красивой тарелки, для того, чтобы в человеке появлялся эстетизм. То же самое нужно и для денег. Когда у нас есть домик для денег, что является и кошельком, и бумажником, и шкатулкой, то, естественно, в красивый, хороший дом, так как и мы чаще идем, так и идут деньги. Но на самом деле, давайте задумаемся, когда мы приглашаем деньги в красивый дом, то мы же понимаем, там же классно им будет. То есть, какую я только что эмоцию выработал? Высоковибрационную эмоцию. Итак, что с кадниками? Итак, ребят, я настоятельно всем рекомендую, так как я практикующий маг, сделать себе магический нож. Хотя это не тема сегодняшнего вебинара, хотя и тема тоже. Почему? Объясню. По одной простой причине. Сейчас, прошу прощения. По одной простой причине. Вот только что писали люди, что у меня с бизнесом плохо. Вроде бы тружусь, а деньги не идут. Если появились деньги, обязательно находится статья расходов. У меня есть, кстати, такой товарищ, говорит, все, все, я сегодня заработал, говорит, много денег. Все, это кто-то заболеет, это кто-то заболеет. И потом звонит и говорит, не вектант, ты представляешь, прихожу домой, таки да, мама больна, деньги идут на лекарства. У него создана программа, программа лежит на деньгах, которую он с успешностью за нее оплачивает. Определенные эгрегорные группы своими мыслеформами, что если появляется свободная копеечка, значит, обязательно найдется какая-то статья расходов. Это на самом деле называется самопорча и, кстати, лод самое тяжело снимается. Такие вещи очень сложно вытянуть и порой с человека. Почему? Потому что, к примеру, что такое магия? Магия легко отрезает, убирает все негативные явления, которые поступили к нам извне. А если это у вас внутри, если внутри вашего человека, внутри мозга, внутри вашей психологии, то что получается? Магия надо сломать вам мозг, сломать волю человека и так далее и тому подобное, чтобы разрушить вашу разрушающую программу, это же будет являться тоже своего рода порча, поэтому этого делать нельзя. Итак, переходим к краднику. Подождите, не спешите, пожалуйста, с вопросами. Сейчас я все-таки должен рассказать, что такое, как отрезать крадников. Кто такие крадники? Крадники это те, которые к нам подключились, когда от нас воруют энергию, в том числе и энерговампиры, энергию визучести, сексуальную энергию, энергию денег и так далее и тому подобное, энергию жизни, жизненную энергию и так далее и тому подобное. есть люди, которые подключаются на интуитивной форме, не обязательно изучать эзотерику. К примеру, есть люди глазливые. Кто такой глазливый человек? Да человек может всю жизнь прожить и даже не понимать, что он глазливый. К примеру, самый простой пример, мать родила ребенка, ребенок кушал материнское грудь, то есть молоко материнское, потом у нее пропадает молоко, она вскармливает грудью ребенка суррогатным молоком, то есть от другой матери просто берет пару дней молоко, говорит, там у тебя много молока, дай мне моего покормить, кормит его пару дней, потом у нее появляется грудное молоко. Такой человек будет глазливым, то есть глаза у него будет, энергия глаз будет разрушающего характера, характера имеет, и она такой человек будет глазливым. Кто из нас знает, кормила мать постоянно нас грудью, или было 2-3 дня перерыва, никто об этом не знает, поэтому есть люди, которые живут, даже не догадываются, что они глазливые. Так вот, такие люди могут быть у вас на работе, они могут вам помогать, они могут с вами быть заодно, но на самом деле у вас подворотят эту энергию. Для этого, для того, чтобы не навести им вред, не сделать им хуже, не сделать им порчи, не надо ничего, даже, кстати, не надо обращаться к магам, я рекомендую сделать магический нож. Я не буду тратить много времени, как сделать магический нож, а я недавно сделал в свободном доступе видео выпуск, как изготовить, лучше изготовить магический нож, как сделать магический нож, и как им отрезать абсолютно всех крадников. Вы просто берете и счищаете всех крадников, которые к вам подключились этим ножом. вы убираете нож в видео выпуске, вы также увидите, как правильно сделать, как купить, как очистить нож, как отрезать и так далее и тому подобное. Захотите, найдете это все в свободном доступе. Ножи бывают разные, я уже говорил, для лечения болезни, для работы с духами, для того, чтобы раскрывать пространство. Вам один нож, для того, чтобы отрезать от себя крадников. И это бывает, что хватает для достижения серьезного уже результата. Стоит с человека просто снять этот груз, который он тянет и не понимает, почему ему не везет в жизни, он снимает этот груз и потом просто он идет и у него появляются и деньги, и везучесть, и клиенты и так далее и тому подобное. Так, а если найдена одна бумажка, а не десять, как тогда отдать десяти, просто посчитать? Да, на самом деле неважно, я вам на этом примере про десять бумажек просто показал, что как это все работает, что девять бумажек может оставаться дома и никто домой к вам не приходит их чистить, это происходит вот здесь чистка, вот здесь, понимаете? То есть вы нашли к примеру пять рублей российских, да, ну, сколько это было, 50 копеек, как говорится, потратьте, пожертвуйте, да, в шкатулке давать энергию? Нет, энергию надо давать деньгам, а в шкатулку ее привлекать, так, насыпали вопросов сейчас, заработанных денег платят налог, это считается десятиной, нет, нет, поймите, десятина это жертва, налог своего рода жертва, но вы привыкли к тому, что это не является жертвой, это вынужденный, является вынужденной тратой, понимаете, да, о чем я, это просто вынужденная трата, поэтому это не является, так, Раиса, положите монетку, заглядывайте, каждый день может увеличиться, на самом деле, когда, это вроде бы как с шуткой сказано, положите монетку и заглядывайте, каждый день может увеличиваться, на самом деле, когда вы каждый день будете туда заглядывать с надеждой, что действительно увеличивается, а лучше с убеждением, что там увеличивается денежка, то денежки начинают приходить в вашу жизнь, все от нас зависит, сейчас мы перейдем к главной теме, как же подготовить себя к получению денег, так, мой сын, мой сын родился с двумя зубчиками внизу, к чему бы это вроде бы не глазли, это два зуба никак не говорят о том, что глазливый или нет, я не об этом же говорил, а где можно приобрести такие разные свечи, у меня можно приобрести, кстати, скоро открывается серьезный интернет-магазин и все это будет с полнейшим описанием, с полнейшим заказом, с удобной системой оплаты и так далее и тому подобное, но это не сейчас, не об этом, есть специальные магазины у нас в Москве, я покупаю в магазине «Ведьми на счастье», там все есть, да, в магазинах есть, но я вам говорил, что когда изготавливается именная свеча, она изготавливается для чего-то, смотрите, к примеру, три разных ангелочка, да, это, к примеру, когда заказывают оберег на деньги, это понятно, зеленое на деньги, это на любовь, это на очищение от каких-либо негативов, либо даже, к примеру, на очищение от болезней заказываются, к примеру, на активацию оберега от каких-либо болезней, ну, сейчас не об этом, так, как энергия денег связана с сексуальной энергией, напрямую, я когда-то в прямом эфире по телевидению сказал, что если нет секса, то нет денег, но сексуальная энергия и энергия денег это не одно и то же, но если нет секса, действительно энергия денег, она затормаживается, это однозначно, потому что сексуальная энергия относится к первой и второй чакре, энергия денег это первая, вторая, третья чакра, что такое чакры, надеюсь, все знают, кстати, по-русски чакры это чары, благодарю за ссылку, если у меня жаба душит, отдавать десятину, у меня внутренний конфликт, тем более, что я их сама зарабатываю, вот, вот, сейчас мы поговорим про конфликты, ведьми, не желаю виден котел, тоже много полезного, посмотрите в интернете, да, Юля, я тут, так, я смотрю, тут общаются между собой, итак, внутренние конфликты, смотрите, энергия денег точно так же работает, как энергия любви, когда мы можем давать любовь, только тогда, когда у нас есть избыток этой любви, а когда у нас есть избыток любви, только тогда, когда мы научились себя любить, и тогда, когда мы научились себя любить так много, что мы можем этим поделиться, к примеру, Если я вам сейчас скажу, дайте мне 25 тысяч долларов сейчас. И даже если у вас есть дикое желание мне их дать, то у вас их может не быть. Поэтому вы не можете со мной этим поделиться, правильно? Как может человек поделиться энергией любви, если он сам себя не любит? Да никак. Итак, мы привыкли создавать шкатулки, жабы, фэншуи, красные труселя на люстре и так далее и тому подобное. То есть нам нужны атрибуты извне, вне нас, которые находятся везде вокруг нас. На самом деле для чего нужны эти атрибуты? Эти атрибуты нужны только для того, чтобы внутри себя создать внутренний алтарь. Когда у нас есть внутренний алтарь, то есть внутри себя святость, тогда мы можем себя любить и чувствовать Богом. Но тогда мы и думаем совершенно по-другому. Мы, кстати, думаем как Бог. Это первые три буквы от слова «богатство». То есть, когда мы понимаем, что внутри нас есть Бог, что Бог и я едины, только, внимание, не стоит перебарщивать и не играть в собственное эго. Сейчас дальше расскажу. Мы понимаем, что нам просто это необходимо. Необходимо, как почистить зубы. Необходимо, как утром позавтракать. Необходимо, как попить водички. Необходимо иметь деньги. Почему? Потому что мне это необходимо. Мне надо крем для лица, потому что я должна выглядеть красиво и хорошо. Это мне необходимо, потому что... Да потому что это просто необходимо, потому что я должен хорошо выглядеть. Не тогда, когда говорим мы, хоть если бы были бы деньги, я бы купила себе крем от морщин. Да нет. И тогда, это не тогда, когда вы уговариваете себя, что буду откладывать и как-нибудь куплю, потому что я себе таки этого достойно. Да ничего подобного. Вы себя уговариваете. А когда вы уговариваете, то вы не любите. Это точно так же самое, как вы уговариваете себя, имея внутренний конфликт. К примеру, если женщина сильно была обижена на своего там отца или мужа, и она считает всех мужчин потом в жизни своей козлами, ей будут только такие козлы попадаться, потому что она усиливает этот внутренний конфликт и притягивает к себе таких, о ком она думает. Методом уговора мы не делаем себя Бога. Мы взращиваем только внутренний конфликт и вырабатываем низкие вибрации. И, следовательно, кормим низкой эгрегорной группой. Поэтому, как раз время подошло, давайте сейчас зажжем великолепную свечу на благосостояние для семейных пар. Я зажгу еще одну свечу, я вам обещаю, они догорят. Я зажгу еще одну свечу для тех, кто пока, вот ключевое, кстати, слово, дальше расскажу, почему пока, пока еще одинок и пока еще не нашел себе спутника жизни. Сейчас зажгу. Но давайте сделаем определенную мыслеформу. Мы проработаем мыслеформу, что я достоин денег, я люблю деньги. Они мне необходимы точно так же, как воздух. И они ко мне приходят. Вот именно с этой мыслеформой, а не с том, что я нуждаюсь в деньгах, я хочу поджечь эти зеленые свечи, тем самым подпитать всеобщего. Сейчас, раз мы говорим о деньгах, значит, следовательно, мы сейчас связаны одной энергетикой, собираемся в онлайн, мы питаем денежного эгрегора. И для усиления нашей всеобщей энергии я хочу зажечь эти свечи. Итак, про себя каждый. Давайте подумаем определенную мыслеформу, что я достойный этих денег. Деньги приходят ко мне в жизнь легко и просто. Я поджигаю. Деньги приходят в мою жизнь легко и просто. Мне крайне необходимы они для того, чтобы я процветал, для того, чтобы я радовал, благодарил жизнь, и жизнь благодарила и помогала мне. И так, пускай горят эти свечи на нашу прибыль. Поехали дальше. Итак, когда вы становитесь богами, когда вы убеждены, что вам это надо, это будет приходить в вашу жизнь. Что же делать тогда, когда человек не может вырваться из заколдованного круга и говорит, «Ха, тебе легко говорить, у меня денег нет, мне сложно, у меня кредиты, у меня долги, у меня невезение и так далее и тому подобное». Я понимаю, что сложно в этом состоянии генерируйте энергетику благодарности Вселенной, что у вас полно денег. Это же будет внутренний конфликт, и вы себя будете уговаривать, что обманывать вы будете по сути себя. Поэтому есть волшебное слово. Это слово «пока». Но это слово я вам рекомендую употреблять только тогда, когда вы чего-либо еще не достигли. Многие его употребляют и говорят, «Ну, пока все хорошо». Это неправильно. При слове «пока» вы определяете тот момент, что нынешнее положение отдела вот такое, но вы ждете изменения. Так вот, когда вы говорите, «Ну, пока я не могу оплатить счета», то есть, следовательно, вы подразумеваете, что след за этим придет такое время, когда вы сможете оплатить. Пока я не могу благодарить эгрегорную группу, но это пока. Но ни в коем случае пока не употреблять с позитивными мыслеформами. Так, я надеюсь, я ничего не пропустил, никакие вопросы. Так, благодарю, низкий поклон за акцию, да. А если не уговор и тать на себя не жалко, а потом просто говорю, а фиг с ними, с деньгами вернуться, еще заработаем. Не совсем так. Смотрите, на самом деле, что происходит? На самом деле происходит какая история? Человек, который заработал эти деньги, потом идет на базар, покупает определенные продукты и очень часто, а ну, хозяюшки, вспомните вы себя, узнаете себя, очень часто открывает кулек и говорит, блин, все деньги потратила на этот кусок мяса. И как я притяну или там, ну, зачем я покупала эти апельсины? Можно было обойтись без этих апельсин? То есть, наносит какую-то женщина или кто-то, кто покупал себе продукты какую-то негативную, определенную программу, негативную мыслеформу на эти продукты. Что на самом деле получается? На самом деле человек на эти продукты, а как правило, продукты состоят из воды, наносит отрицательную энергетику, отрицательную мыслеформу. То, что на языке эзотериков называется порча, то есть, человек сам себя портит, а потом этот продукт принимает вовнутрь. К примеру, купил мясо, мясо состоит из воды, купил апельсин, тоже состоит из воды. Любой продукт, продающий, который мы принимаем, так или иначе, состоит из воды. Если он состоит, допустим, та же самая соль, то в ней тоже есть содержание кристаллов, которые великолепно впитывают энергетику. И вот представьте себе, когда такой человек, когда купил эти продукты и идет с базара и матюкается на то, что он потратил все деньги, мало того, что он кормит низкоэгрегорные группы, он еще ко всему же наносит ментальную порчу на эти продукты, а потом приходит и принимает их вовнутрь. И вот такую ментальную порчу тяжелее всего человека выкорчевать. Я честно вам скажу, те люди, которые приходят, к примеру, после 60 ко мне и с просьбой изменить их финансовое положение, на самом деле я честно вам говорю, я просто отказываю, потому что процент, скорее это исключение исправил, что человек исправится. То есть 60 лет он жил неправильно мы с реформами и он не поменяется ни за час, ни за два и ни за неделю. Это очень сложно выкорчевывать из себя определенные низкоэгрегорные вибрации и группы и переходить на высокие. Как же поменять эгрегорную группу? Первонаперво искоренить в себе низкие вибрации. Перестать кормить вот эту собачку, которую я говорил, которая бездомная, которая бежит рядом с вами, она рано или поздно все равно от вас отстанет. Она тяжело отстанет, она будет бегать за вами, она может ночевать под калиткой, когда вы зайдете к себе домой или под дверью входной под парадной, она все равно будет ждать вас, но не покормите ее день, два, три, неделю, десять дней месяц, она будет искать себе другого хозяина. Она будет искать того, кто будет ее кормить. Если вы перестали генерировать энергию низкоэгрегорных групп, перестали портить свою энергию и превращать ее в низкоэгрегорную, в низковибрационную, то, следовательно, все равно вы будете что-то генерировать, следовательно, вы будете выходить на другую эгрегорную группу. И вот таким переходом можно перейти в высокую эгрегорную группу. Если вы завтра думаете, что вы зажрете зеленую свечу, насыпаете корицы в бумажник, золотую монетку приобретете, повесите красные труселя, не искорените свою низковибрационную мыслеформу, то ничего на самом деле не получится. Это и доказывает то, что многие слушают, слушают, а понять не могут, почему у них ничего не получается. Рыдежка, говорится, собака зарыта. Пока вы не поймете, что должен быть внутри вас алтарь, пока вы не поймете, что у вас должна быть святость и вы частичка Бога, а я бы сказал даже не частичка Бога, а Бог, вы и есть на самом деле, ибо мы сами каждый частичка Бога и в целом мы создаем божественную сущность, то есть каждый из нас частичка Бога, которую мы все сливаем единого и что это нам крайне необходимо для получения благости и что мы достойны этой благости, радости и удовлетворения. пока вы не сделаете это, то результатов сжечь какие-либо свечи, насыпать куда-либо что-то, приобретать какие-то камни, какие-то амулеты и все остальное, это просто инструменты, это ключи, но имея ключи, если вы не будете знать, что за этой дверью находится, не будете готовы ментально войти в эту дверь, вам эти ключи просто-напросто не понадобятся. Поэтому, когда мы узнаем, что находится за дверью, когда мы знаем, что там благость, то тогда вот эти атрибуты, когда мы зажигаем, они помогают нам достичь какого-то серьезного финансового успеха. А если их зажигать с отрицательными мыслеформами, то вы только усилите отрицательные мыслеформы. Вы можете мне задать вопрос, а как же правильно делать покупки, как же правильно покупать, как же правильно тратить деньги. Есть шикарнейшее, идеальнейшее, я бы сказал, решение этого вопроса. Это вот давайте сделаем так, с этого момента вы забываете слово «я трачу». Просто вычеркиваете из своего лексикона и стараетесь его больше никогда не повторять. Я плачу, я трачу, я оплачиваю и так далее и тому подобное. И вы заменяете это слово «я покупаю». продукты, и даже смотрите, когда вы покупаете продукты, вы вместо того, чтобы матюкать, идти в цены, правительство, что модно, жизнь и так далее и тому подобное, вы говорите «я покупаю удовольствие». кусок мяса на себе на здоровье, эти апельсинки для того, чтобы получить удовольствие. Я покупаю себе удовольствие, я покупаю себе здоровье. Даже когда вы платите налоги, вы покупаете что? Вы покупаете расположение себя, вы покупаете себе безопасность, вы покупаете себе расположение государственных органов к вам, к нормальному плательщику, вы покупаете себе спокойствие. Забудьте слово «трачу», забудьте слово «покупаю», забудьте слово «отдаю долги». Вы только покупаете и покупаете только лишь удовольствие. Я сейчас скажу серьезную вещь, тот, кто не согласился, ну, это его дело. Я раньше считал, что мы приходим в эту жизнь для того, для того, для всего, для третьего, десятого, там, отдавать долги кармические, для того, чтобы научиться прощать, для того, чтобы исправить какие-то ошибки и все остальное. Конечный результат какой? Какой конечный результат у всего этого? Мы привыкуем в эту жизнь для того, чтобы испытывать удовольствие. потому потому, что когда мы отдали тот долг, даже тот же кармический, мы освободились, следовательно, за освобождением появляется удовольствие. Когда мы вырабатываем энергию удовольствия, благости, следовательно, мы укрепляем себе внутреннего Бога. Когда мы укрепляем своего внутреннего Бога, мы являемся частичкой Бога. И мы становимся богатыми, то есть благости. Мы становимся богами. Боги не нуждаются. Понимаете? Но когда вы взращиваете у себя раба, тогда не просите. Ибо рабов никто слышал и слушать не собирается. Какой рабовладелец шел навстречу рабам? Если он и шел, то он потом терял этих рабов. Тут насыпали вопросов, я сейчас отвечу. Это действительно работа. Сейчас, сейчас, откуда же? А если продавец уже зарядил, продавая продукт своим негативом, ведь очень важно смотреть, у кого покупаешь. Отличный вопрос, отличный вопрос. На самом деле, да, действительно, это важно. Я, кстати, тоже делал видеоролик на своем видеоблоге, когда я рассказывал, что я поменял, у меня офис в центре города находится, рядом хороший рынок тут. Он так и называется, новый рынок. Хотя он далеко не новый, такое название. Так вот, я приобретал продукты, цитрусовые, яблоки у одного продавца, женщины. И как-то я раз зашел, а она оказалась такая сварливая, она так кричала, она так кричала на покупателей, такой негатив сыпала. Я понимаю, что она сыпет, этим негативом и напитывает, пропитывает эти продукты, и они упитывают энергию. И я ушел, ушел оттуда и больше не покупая. Конечно, нету гарантии, я не застрахован на то, что я куплю другого, а кто-то не кричал на эти продукты. Но если уже явный фактор такой получился, то не покупайте. Всегда интересно покупать у людей улыбающихся. Так, да, это действительно работа и сложная, мне 58, я много у себя поменял, я работаю каждый день на своем внутреннем состоянии, особенно мыслям. Правильно, Татьяна, очень правильно. Чем раньше начнете, тем будет высший результат. Ибо, честно говорю, даже стоять, смотрите, что поменялось в современном мире. Вот если взять средневековье и современный мир, изменилось только лишь одно. Изменилась скорость, скорость, понимаете, скорость изменилась. Даже берем время создания фотоаппарата, это было в прошлом веке, да, за весь девятнадцать, за весь прошлый век, за весь прошлый век было снимков сделано фотоаппаратом меньше, чем сейчас делается за пару минут. То есть скорость, поменялась скорость, да, естественно, когда меняется скорость, то меняется средство. Поэтому для того, чтобы стоять даже на месте, сейчас приходится, ой, как бежать. Чем больше я трачу, чем больше я зарабатываю. Раньше это была любимая фраза, были деньги. После посещения психолога фраза ушла и деньги тоже. Как же не пытаюсь ее вернуть, подсознание не получается. Что можно сделать? Спасибо заранее. Красота. О, великолепный ник. Значит, психолог, сто процентов могу констатировать тот факт, что сто процентов ввел вам какую-то психологическую разрушающую программу. На самом деле очень легко и просто это сделать. Особенно людям, которые хотят манипулировать сознанием человека. Испугай человека, и он будет легко управляем. Заставь его улыбаться этого человека, и он станет тебе доверять. это психологи хорошо знают. Так вот, для того, чтобы с вас выкачать каких-то денег, извините, как у нас говорят в городе, развести на деньги, да, часто людей просто-напросто пугают. Когда человек напуган, испуган, им очень легко манипулировать. поэтому часто применяются такие тактики, они действительно нехорошие, некрасивые, скажем так, для того, чтобы отжать с клиента больше денег. Это ужасно, конечно, но 100% это произошло. Так, расскажите еще магазин, который вы собираетесь открыть, как он называется. Это будет мой магазин на моей поделке, но сейчас разговор не об этом, там будет обереги, талисманы, амулеты, свечи и много-много чего другого. Там будет много обрядов с полным описанием, как его провести. Благодарю за то, что делите знания, благодарю за отзыв. Сидящий за трубль не подсунешь. Мысли меняют жизнь. Я так понял. Мысли меняют жизнь. Это абсолютно. я вам сказал, что определенная мыслеформа меняет, переходит из одной эгрегорной группы в другую. Следовательно, эта эгрегорная группа будет выстраивать ваш событийный ряд, то есть происходящие ситуации в вашей жизни. Тогда, когда вы будете приходить во время работы в какое-то заведение, а там будет закрыта дверь и будет написано «шла на переучет», вызвали там в району, куда угодно, понимаете, уехала в суд. То есть как бы устраивать такой событийный ряд, либо повезло, либо не повезло. Понятно, да? Так, 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 заметила, когда трачу, так, я вкладываю здоровье и так далее. Отличная мыслеформа. Вообще, честно говоря, мы все вкладываем время и деньги в собственное здоровье или рано, или уже поздно, но вкладываем деньги и время, но уже не в болезни, а в лекарства. Поэтому, чем раньше вы поймете тот принцип, что надо вкладывать и времени и деньги в собственное здоровье, тем меньше вы будете вкладывать в лекарства. Понятно, да? В Англии это так, как вы сказали. Да. А мне нравится слово приобретаю. Конечно, приобретаю, получаю, покупаю, смысл тот же. Подскажите, как нейтрализовать свекровь? Она готовит и кричит вечно недовольная, продукты жалко. Конечно, вы принимаете вовнутрь порчу, реально, Инна Акатьева. Вы принимаете порчу. Если наорать на продукты, это внести определенную энергоинформационную программу, а потом эту программу проглотить вовнутрь. Ну, естественно, она будет внутри действовать разрушающе. Свекровь нужно любить, уважать за уроки. Можно любить, а если не получается любить, то надо разойтись свекровью. Желательно хорошо разойтись. А если негативные посылы не страшны личной энергетике, это в случае с продуктами могут просто наплевать. Не понял сути вопроса. Если негативные посылы не страшны личной энергетике. Да никак они могут быть не страшны. Как работают аффирмации? Частое повторение одного и тоже приводит к чему? К сам настройке нашего бессознательного на вселенную. Поэтому наплевать все равно не получится. Тогда, когда вас окружает общество каких-то людей ущербных, они будут вам говорить не о здоровье. Заметьте, смотрите, все люди, кто о чем говорит, тот это и имеет. Заметьте, те люди, которые как бы, казалось бы, говорят о здоровье, на самом деле они говорят о болезнях. Они болеют. понимаете? Тот, говорит, главное, чтобы хуже не была, на самом деле хуже и получает. Надеюсь, понятно, да? Я спешу, потому что до окончания мало времени, а я не успею. Инна, говорите, ее любимый фрукт на здоровье и радость. Да, можно и так. А если секс не устраивает с партнером, как это влияет на деньги? Плохо влияет. Особенно у женщин. Вообще-то, честно говоря, если секс у женщины не устраивает, женщину не устраивает с мужчиной секс, то вы не то, что пагубно влияете на энергетику денег, то еще и пагубно влияете на потенцию мужчины. Почему? Потому что гормональный фон выделяет такие секреции веществ, женский организм, которые очень губительно влияют на потенцию, на предстательную железу у мужчины. Поэтому не только энергетика денег как бы нарушается. Но это, кстати, касается не женщин. Это не женщины виноваты, что секс не устраивает, а виноваты как раз мужчины, потому что они плохие, не понимают, что женщине надо дольше сексом заниматься, что нервных окончаний больше, не надо заниматься сексом, как одна моя знакомая сказала. Я не понял сразу, говорит, у меня муж занимается сексом, пока загрузится компьютер, вот от момента включения, пока не загрузился компьютер, вот это время уходит на загрузку компьютера. Я говорю, а если у меня мощный компьютер, он у меня грузится за 5 секунд. Ну, как бы, 5 секунд. А я говорю, ну и все. Дальше компьютер запустился, и он там в танчике сидит, играет и все остальное. На самом деле такой мужчина срано станет импотентом. Так. Говорите любимый продукт. Так, так, так. Ведущий баннер появился, обновите, пожалуйста, страницу, если его не видите. Ага. Да, сейчас я вам расскажу, что же я вам предлагаю. Нужно ли напоминать о долгах, если же оставить так, как есть? то есть когда вам должны или тогда, когда вы должны? Если вы должны, то желательно долги отдать. Я, кстати, недавно сделал видеоролик такой жесткий, но я действительно рассказал так, как я думаю, без красок, без каких-то премудростей и мудростей. Человек, который должен денег, нарушил энергетику другого человека. Если где-то убыло, где-то прибыло, я уже об этом говорил. Следовательно, если тот не отдает деньги, то можно перекинуть ему какие-то кронические долги вплоть до болезни, и обряды, и ритуалы. Но не сейчас об этом. Поэтому лучше рассчитаться. Для тех, кто должен денег, следует понимать, что если сумма большая, то надо следует договариваться только давать очень малыми частями и растягивать процесс отдачи, и не думать, что деньги приходят в мою жизнь для того, чтобы я их отдала или отдал. Представьте себе, что вы маленький ребенок, и я вам говорю, идите ко мне, допустим, Машенька, иди ко мне, а я тебе отдам в детдом, потому что я хочу тебе отдать. Машенька никогда в жизни ко мне не придет. Поэтому вы даете маленькие, маленькие, можно сказать, порциями, дозами, суммами эти долги и растягиваете как можно дальше, тем самым повышая все время свою эгрегорную группу, переходя на новый энергетический поток, на новый энергетический поток денег. Запомните еще, что деньги зарабатываются мозгом, никак не руками. Заработать это за рабством, за рабом. Думайте, где сейчас большинство денег, где большинство денег, в интернете, там, где большое количество денег. Почему? Потому что именно местоположение бизнеса очень сильно влияет на сам бизнес. Какой смысл продавать автомобили Бентли в селе за Гагуевка? Кто их там купит? Никто. Потому что там мечтают купить москвича или жигуля за 200 долларов, понимаете, еще и на ходу, и чтобы он хоть как-то ехал. Бентли там непродаваемый продукт. Поэтому стоит подумать, где сейчас большинство людей? Там сосредоточено естественно количество денег, там развита инфраструктура. какая у нас самая хорошая инфраструктура? Это уже интернет. Поэтому сейчас есть великолепная возможность с наименьшими капиталовложениями достичь серьезных финансовых успехов. Думайте правильно, развивайтесь, думайте как Бог, переходите в высокограгерные группы, будут появляться деньги. Так, дальше. Свеклов и тещи нейтрализуют с помощью СВД или автомата да, так да. Нецензурная брань плохо. Нецензурная брань в принципе плохо, но есть моменты, когда без нецензурной брани, особенно в магии, просто-напросто не обойтись. Дело в том, что очень многие маты это имена бесов. Но я сейчас не хочу об этом. простите и свекровь и тещи тоже может быть на их месте, да. Моя свекровь меня прокляла, пусть будет здорова. Так, Марин, я вам рекомендую посмотреть мое видео, как правильно прощать. И прощать или вообще не прощать. Почему? Потому что если вы до конца не простили, а следовательно, если вы помните об этом, что она прокляла, то вы до конца не отпустили, не отпустили. Тогда вы можете себе поставить блокировки. Там я четко рассказал, прощать или не прощать. Смотрела класс. Что смотрела, не понял. А можно ли к вам записаться, где находится ваш офис? Находится офис у меня в городе Одессе, в самом центре города. Можно записаться в скайп, Марина Одесса. Все проклятия возвращаются бумерангом. Не всегда, Натали. Ой-ой-ой. Ну ладно, раз был задан вопрос, я отвечу. Бумеранг четко работает только лишь в одном случае. если тот, кто сотворил зло, пожалел об этом. Рассказываю на ярком примере. Человек был на войне и убивал. Он убил, к примеру, 20 других людей. Ну, к примеру, 20 фашистов убил. Вторая мировая война. Он пришел с войны и считает себя героем. Он нисколечки не сожалеет о содеянном. Он считает, что правильно и говорит, мало сволочек убил. О каком бумеранге может идти речь? Он там был героем, пришел герой и умер героем. И я вас уверяю, что в том стороннем мире он тоже герой. Никакого бумеранга не будет. А если он, я, конечно, начинаю очень серьезную тему, а если он сопереживает и жалеет о содеянном, что он так поступил, его грызет жалость о содеянном, вот тогда бумеранг очень быстро настигнет. Так, я когда служил в советской армии, то нам правильно говорили, прощать удел Бога, а мы должны ускорить время встречи врага с Богом. Ну, тоже правильно. Расскажите о таких обрядах, нас обманули и не хотят поддавать. Нет, я такой обряд переброса долгов. Нет, 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 я такое вещать в открытом эфире не буду. Это очень серьезный обряд, можно на эту сумму перебросить даже в болезни. Но это очень серьезная магия, очень серьезные обряды, поэтому очень сложно это транслировать в прямом эфире я не буду. Мой вопрос остался без ответа, если вы практикующий, то можно ведь и на личный прием записаться. Как это сделать? Да, можно. Найти меня в Гугле, в Яндексе, где угодно. Мое имя Виктан, раньше был такой концерн ликероводочный союз Виктан, но за долгие годы моей работы мое имя даже вышло на первое поисковое странице сейчас и в Гугле и в Яндексе. Почему? Потому что достаточно я практикую профессионально с 2003 года. Вообще с 98-го, но профессионально это та точка отчета, от которой я начал считать, что профессионально. То есть я снял помещение и начал вести официально прием. Поэтому я могу сказать, что с 2003 года я веду официальный прием. Поэтому не составляет никакого труда меня найти. Прямые ссылки запрощены на любых ресурсах. Да хоть запорщайся, если это чужой человек, он морда лопатой лезет в твою жизнь. А, да хоть прощай, не прощай, а если это чужой человек, а он морда лопатой лезет в твою жизнь. Ну, в таких случаях, вот посмотрите как раз видео, прощать или нет. Видео видела, ничего она не жалеет, считает себя правой. Марин, ну, в таком случае, я вам в том видео четко рассказано, как поступать, когда не можешь простить. Есть такие ситуации, когда невозможно человека простить, или человек не готов прощать, или он не хочет прощать. Так я из Одессы, зачем мне скайп? Ну, так вы наберете меня по номеру телефона, и мы договоримся о встрече, о времени, и узнайте о проблемах, не знала, спасибо. Подскажите стоимость вашего приема, но не в прямом же эфире. Итак, как раз время подошло, что же я вам предлагаю, что же, о чем висит этот баннер. На самом деле, сейчас у нас получился такой разношерстный вебинар, множество вопросов, я старался на все ответить, я думаю, что все, которые заданы, я все ответил на эти вопросы. Что я вам предлагаю? Я вам предлагаю платный вебинар, который я проводил с людьми, которые оплатили мой не вебинар, а тренинг. Там даны абсолютно четкие, пошаговые методики подключения к эгрегорной группе. Именно что сказать, как сказать, куда поставить и как это сделать. Я не хочу долго давать рекламу, ибо особо в рекламе, честно говоря, не нуждаюсь, не хочу вам впаривать, извините за такое выражение, рекламировать, заставлять вас купить. Я лишь скажу одно, что именно приобретя этот платный тренинг, вы пошагово сможете понять весь алгоритм построения денежной энергетики. Пошагово сможете сами без чьей-либо помощи, без психологов, которые кстати нанесли разрушающую программу, без колдунов, без каких-либо серьезных обрядов пошагово подключиться к энергии денег. Это все, конечно, при условии, если не наведена серьезная порча. Также посмотрите мое видео, как отрезать кратников. Это я бы сказал до 90% случаев залога успеха. Этот платный тренинг, на нем собрались именно те люди, которые были заинтересованы именно узнать полную методику построения как своих мыслеформ, так оплаты, энергетической оплаты, жертвы. Какой жертвой? Жертвой может являться, кстати, самая дорогая жертва, которая является в нашем живом мире, это не деньги. И это не материальные блага. Это только наше время. Это единственный невосполнимый ресурс, который невозможно вернуть обратно. Так вот, платой, основной платой за подключение, за энергию денег, это является время, потраченное работой на эгрегора. Я на других вебинарах всегда люблю показывать дерево, которое, денежное дерево, которое я сам сделал, уже многие видели. это денежное дерево, я сделал сам, оно состоит из денежных купюр, здесь монетки, трава, мешочек, и раз это дерево, значит, естественно, есть охранник, который, леший, который охраняет лес, деревьями, которое у меня везде стоит. Здесь как доллары, здесь и евро, здесь золотые монетки, там настоящие купюры, это для привлечения и для подключения к денежному эгрегору. На самом деле, я объясню, как это работает еще раз. Все очень просто. Я потратил определенную часть собственной жизни, собственного времени для изготовления этого дерева. Когда я делал это дерево, я вкладывал определенную мыслеформу, что деньги приходят ко мне в жизнь, что они мне необходимы для того, чтобы я мог путешествовать, для того, чтобы я вкладывал собственные знания, для того, чтобы я мог купить платные тренинги, для того, чтобы я развивался, для того, чтобы я мог позволять себе хорошую качественную одежду, хорошие вещи, которые меня будут радовать и баловать. Следовательно, я жертвовал собственным время на эгрегороденег. Если я потратил самый ценный ресурс своей жизни на эгрегороденег, то, как вы думаете, чем он мне отплатит? Он может отплатить мне только тем, что у него есть. Если он эгрегороденег, значит, следовательно, у него есть деньги. Поэтому он и отплачивает нам деньгами. Я потратил время, он мне отдает своей энергии. У нас происходит взаимообмен. Тогда, когда вы купили фэншуйную жабу, и закинули ее в какой-то угол и считаете, что она должна работать, она работать не будет. Потому что вы, по сути, пожертвовали той стоимостью просто жабы. Но вы же даже не пожертвовали, вы ее купили для того, чтобы она отрабатывала эти деньги. А она, по сути, не работает. Ставьте ее хоть восточный угол, хоть западный, хоть куда угодно. и если вы ее не подпитываете собственной энергетикой, то же самое шкатулкой, ганеши, не подпитываете, то по сути это не работает. Это определенное время, потраченное на игре и ради денег. но как потраченное либо потраченное с энергией благодарности, что они приходят в вашу жизнь, что вы можете позволить себе купить удовольствие, что вы строите материальный фундамент, а материальный фундамент это фундамент нашей духовной жизни. Невозможно духовное построить, не имея материального, то мы тратим самый ценный ресурс, на игре и ради денег он нам отплачивает деньгами. Но напоследок хочу еще вам сказать, люди, которые сильно заиграются с деньгами, кстати, об этом у меня есть сказано на моем тренинге, есть опасность, чтобы не войти в рабство денег, я знаю многих людей, которые посвятили себе деньги ради денег, и они вошли в зависимость, они стали рабами денег, да, денег много, а нет благости и радости в их жизни. То есть, сначала они оттолкнулись от нужды, потом они перешли в правильные эгрегорные группы, но потом они перестали генерировать энергию благости в те вещи, которые им необходимы, они стали генерировать энергию денег, ради денег они вошли в определенное рабство. Такие люди неизвестны. К сожалению, вывести с этого уровня тоже их сложно. Почему? Потому, что у них уже появляется как наркозависимость. Надеюсь, мой вебинар был полезен, кое-какие аспекты я рассказал, более детально все рассказано в моем тренинге, который я вам предлагаю приобрести, которые предлагают приобрести данная платформа. Я вам хочу искренне напоследок пожелать благости, радости, благосостояния, выходить на высокие вибрации, кормить высокие эгрегорные группы, а не кормить эгрегора в нас не получится, потому, что человек, который не вырабатывает вообще энергию никакую, его тогда забирают из этой жизни. Ну, он становится неинтересной системе, и система просто его уничтожает. Поэтому, мы так или иначе кормим какие-то эгрегорные группы, я вам рекомендую кормить только высокие эгрегорные группы, ибо они будут выстраивать свой событийный ряд, развиваться, становиться красивее и сильнее. И помните, деньги идут только к сильным и красивым, и тем, кто любит себя. Ибо тогда, когда мы наделены любовью, нас любовь переполняет, мы тогда можем окутывать себя и всех вокруг, кто рядом с нами, этой самой любовью. Избавляйтесь от всех крадников, избавляйтесь от негативного окружения, и помните о эффекте краба. Напоследок расскажу еще, что такое эффект краба. Есть уже такой факт, который неоднократно был доказан, что если вы поймаете, к примеру, краба на морском побережье и поставите его в ведро, вечером поймали, поставили в ведро, утром ведро будет пустое. Каким образом краб выбирается из ведра, непонятно. но это произойдет только лишь при одном условии, если краб был сам один. Если вы туда в ведро поставите 10 крабов или больше крабов, то ни один краб оттуда не выберется. Вдумайтесь, окружение будет всегда стягивать краба вниз. Меняйте свое окружение. Будет меняться вокруг энергетика. И когда вы будете переходить на высокие эгрегорные группы, не удивляйтесь, что некоторые люди и знакомые, товарищи, как вы называете друзья, будут пропадать из вашей жизни. На святое место пусто не бывает и всегда жизнь даст вам новый уровень знакомств. Новый из новых эгрегорных групп. Ибо все люди валятся в определенных котелках. Кто думает сотнями долларов, тот получает сотни. Кто думает тысячами долларов, получает тысячи. Кто думает миллионами, тот получает миллионы. Надеюсь, мысль ясна. всего вам доброго и наверное переключайте. Жду организаторов, я не знаю, слышат они или не слышат. Я закончил. Всего вам доброго и живите богато. спасибо. Спасибо. Спасибо.